Полимерная глина превращается в крошечную фигурку Уэнсдей. Добавляем тонкие ручки. Немного раскатаем тело и пригладим края. И вперед разукрашивать. Уэнсдей во всем соблюдает мрачную палитру. Брюнетка с заспанными глазами и лиловыми тенями всегда сохраняет невозмутимость лица. Теперь Уэнсдей готова занять место в коробке. Агата зачарованно смотрит любимый мультик Семейка Адамсов. Она без ума от этих персонажей. Как здорово, что у меня есть оригинальная кукла Уэнсдей из лимитированной коллекции. Взгляните, мы похожи как две капли воды, правда? Хочешь, поиграем в ветвях комнатных джунглей? А может, поспорим с Мерседес Макнап, чей наряд лучше? О, как это? Появились еще две куклы? Откуда? Вот бы они могли со мной говорить. Я бы стала единственной, кому удалось подружиться с Адамсами. Рука-манекен совершенно точно живая. Окрашиваем ее в телесный. На запястье широкий браслет для смарт-часов. Эппл-вотч работают отменно, а рука всегда в курсе событий. Вау, их целых две? Что за магия? Уэнсдей игралась с рукой. Не запрыгивай на магический череп. Даже я не знаю, как он работает. Опасения подтвердились. Рука увеличилась до невероятных размеров и перенесла Агату с куклой прямо во двор Адамсов. Девочка не может поверить своему счастью. Ю-ху, получилось! Я действительно внутри мультика. Кусочек полимерной глины обретает контуры изящной леди. Изящные кисти рук благородно сложены. Это наверняка Мартиша. Перейдем к покраске. Облегающее черное платье – несменный наряд. Черные волосы и тонкие черты. Мартиша, как всегда, прекрасна. В кукольной семье пополнение. Глава семейства и Мартиша – собственной персоной. Вау, откуда у тебя это сокровище? Сама не знаю, Люция. Они появились словно из телевизора. Класс, повезло. Девочки увлеченно играют. Ах, какое недоразумение. Я неотразимо прекрасна, но отражаюсь в зеркале. Хихикает Люция, пародируя Мартишу. Вэнсдей, ни одной пакости за целый день. Отправляйся в чулан. Ура, долгожданное уединение. Поиграем еще в следующий раз. Конечно, заходи. Очередной комок полимерной глины обретает силуэт. Гомес – собственной персоной. Этого харизматичного джентльмена можно узнать по строго выглаженному костюму и тонким усикам. Пора вынимать. Отлично. Возьмемся за краски. Синий костюм с длинными брюками, белоснежная рубашка и принт в тонкие полосы. Кожа приобрела телесный оттенок. О, Гомес ничуть не изменился. Складываем развертку коробки и упаковываем куклу за пластиковый экран. Я возьму Гомеса. Вместе им будет веселее. Теперь одна из подружек играет Мартишей, а вторая – Гомесом. Но как только девчонки уложили куколок спать и вышли из комнаты, произошла мистика. Мартиша и Гомес ожили. Ох, долго же я спала. Вечный покой нам только снится, Кара-Мия. Как насчет романтического вечера? Я все организовал. Сегодня ночная дискотека. Отвратительно. Я в деле. Парочка веселилась до упаду. Девочки услышали музыку и прибежали на шум. Неужели показалось? Странно. Мартиша и Гомес опять превратились в кукол. Пухлый комок глины со сложенными руками на груди явно что-то задумал. Это же проказник Паксли. От этого озорника можно ожидать чего угодно. Потирает ручки, вынашивая коварный план розыгрыша любимых родственников. Он одет в белую футболку с полосками, коричневые шорты и лаковые ботинки. Паксли, хоть немного погоди со взрывами. Упаковка у Непоседа украшена под стать. Паксли с папой решили позаниматься мазуркой. Пришло время тренировки, сын. Ура, берегись, я сегодня в ударе. Держи шпагу. Сидит в руке, как родная. Семейная традиция боев на шпагах возродилась. Отец учит сына родовому танцу. Посторонись, малявка. Я отменно владею луком. Может, потренируемся с яблоком на голове? Еще чего. Не зря папа заточил шпаги. В детках течет кровь Адамсов. Определенно. Ха-ха. Магия создала очертания оранжереи. Просторные окна. Какая изящная ковка. Собираем угловые стенки и пол. Витражные росписи пропускают солнечный свет. А потеки термоклея превратились в паучьи ловушки. Прямо по ним плетутся ядовитые растения, гибрид розы и смертоносных бутонов. Каждые выходные мартиша ухаживает за цветами в своей оранжереи. Подружки решили воссоздать любимую сцену из фильма. Ох, они не знают во флористике ровным счетом ничего. Срезать бутоны, оставляя изящные стебли – вот это, я понимаю, букет собран со вкусом. Из отрезка зубочистки и небольшого кусочка проволоки мастерим арбалет. Устанавливаем древесное основание. В руках Уэнсдэй даже палка может нести опасность, а арбалет – и подавно. Гоми сможет гордиться дочуркой. Уэнсдэй – отличный стрелок. Мои мишени – отличный полигон для тренировок. Еще бы, но сбить прицел в умелых руках может только помеха в виде несносного братца. Не попадешь, не попадешь! Ах, замри хоть на секунду, и тебе крышка. Паксли так и норовит помешать. Но погоня бесполезна. Пока запыханный Паксли добрался до кустов, Уэнсдэй уже за спиной. Еще раз увижу тебя на стрельбище. Расскажу папе, как ты тайком проникал в его кабинет. Упс, у меня неприятности. Мастерин-трон. Роскошная металлическая пуговица становится сидением. Крошечная салфетка покрыта бронзой и украшена канатиком. В восхитительном холле замка есть место для уединения. Мартиша обожает этот тихий уголок. Приятно расслабиться на троне и помечтать о вечности. Блаженство. Но рука требует внимания. Чего тебе? Мам, там Паксли попал в западню. Сама не знаю, как так произошло. Ох, не минуты покоя. Иди к папе, он разберется. И захвати руку. Несколько зубочисток укорачиваем. Ого, сколько решеток. Из них получится прочная клетка. Осталось делать подвижные петли для дверцы. И тонировать всю древесину под металл. Подружки на перемене играют в куклы, отыгрывая новые приключения Адамсов. Ну вот, прозвенел звонок. Время начинать урок. Девочки, прячьте посторонние предметы. Доставайте книги. Но, миссис Дорси, пожалуйста. Без разговоров. Кукла отправляется ко мне. Кукла должна учиться вместе со мной. Паксли учится в клетке. У учительницы припрятано подходящее местечко для Паксли. Так уж и быть, если это не помешает усвоению знаний. Урок прошел замечательно. Только озорник Паксли все время норовил выбраться. Из пенополистирола сооружаем замок. Обрепляем его пластилиновой кладкой. Лепим окошки, ворота и порог. Тонируем крышу в черный цвет, стены в коричневый. Загадочный неоновый свет мерцает изнутри. Жуть, какая красота! Семья, наконец, воссоединилась в родовом поместье. Едва они начали плясать и поздравлять друг друга, как земля начала сотрясаться. Землетрясение! Спасайся, кто может! Это кто-то пришел наводить порядок. Как не вовремя вы с уборкой? Подметание могло подождать? Придется семейке собраться в другой раз. И шумно отметить встречу легендарного рода Адамсов. Эффектное появление. Крошка, лети с нами. Тебя ждет новая роль. Стираем прежнее личико. Изменим рельеф. Облепим голову. Невероятные ушки. Воу, у крошки появились крылья. Окрашиваем голову в черный. Летучая мышка. Добавим детали. Торчитусик, неужели Квами стал вампиром? Бабуля Смиральда наслаждается ужином. Но, кажется, проказник Паксли и Квами затевают очередной пранк. Хе, бабуля, будет весело! О нет, он подложил кнопку на стул. Ай-яй-яй, сейчас я вам покажу. Хе-хе, какие мы молодцы! Уносим ноги! Здесь не помешает уборка. Сперва пол. Хе-хе-хе! Давай подольем ему в моюще. Будет пенная вечеринка. Упс, вот же маленькие шутники. Ничего не понимаю. А? Ничего не понимаю. Столовая заполнилась пеной. В честь чего вечеринка, Ларч? Почему меня не уведомили? Ох, миссис, понятия не имею. Догадываюсь, кто это устроил. Паксли к вами, живо сюда. Вы попались. Вжух! Паксли, мышь! Летим отсюда! Ха-ха! Вот так всегда. Ну ничего, сейчас Ларч их проучит. Я так люблю искусство. Позвольте самой затонировать кожу. Туловище стало белоснежным. Ничего не вижу. Погоди, сейчас нарисуем глазки. Хочу готический мейкап. Нанесем тени. Цвета Мартиша выбрала сама. Гипнотический взгляд. Последний штрих – яркая алая помада. Черные ленты превратились в волосы. А, что за лысина? Оу, еще пару трес. Теперь идеально. Из ткани в черно-белую полоску выкроем штанины. Пара стежков и готово. Дополним комплект кофточкой с острым воротником. Паучий кокон. Что может быть уютнее? В свободное время Мартиша занимается садом. Что ж, вдохнем аромат. Фея, что за нежность? Время собрать урожай роз. Бутоны? Вы мне ни к чему. Так-то лучше. Веточки с шипами. Какое изящество. Красота. Теперь можно попить чай. Мартиша принесла все для чайной церемонии. В компании веселее. Ну что, призрачный дружок? Представляешь, Ларч заигрался в надзирателя и запер нас в нашей тюрьме. Да ты что? Как повезло нам, призракам. Летаешь где хочешь, пугаешь кого желаешь. Дух пил, но чай лился сквозь ребра. Не переживай, Мартиша. Все наладится. Еще чайку? Встречайте, джентльмен, как их не сыскать. Гомес. Тонируем кожу. Постарайтесь, надеюсь, будет ужасно хорошо. Широкие брови, изящные усики, настоящий дэнди. Гомес, ты, как всегда, великолепен. Выкроем заготовки костюма. Магические заклинания соединили их в идеально сшитый наряд. Но прежде набросим белую майку. Дополним пиджак воротником и бархатной бабочкой. Защищайтесь или сдавайтесь сейчас же. Гомес отдыхает в своем роскошном кабинете. Паук всегда выслушает проблемы не хуже психолога. Меня беспокоят дети. Сплошное непослушание. Эх, помахаю шпадой. Фехтование – лучший антидепрессант. Маленькая куколка лишилась волос. И макияжа. Белоснежная кожа буквально веет холодом. Длинные пряди превращаются в новую прическу. Уэнсдэй не изменяет стилю. Подводим глазки, тени, словно темные круги. Дополняем мейкап темной помадой. Одежда исключительно черная. Кружевной подол. Стоп, забыли затонировать ножки. Фу, мы так и знали. Это ошибка. Уэнсдэй обожает одиночество. Только в тишине можно придумать изящные способы поиздеваться над членами семьи. Поищу вдохновение у питомцев. Привет, мухоловка, проголодалась? Изучим древние рецепты блюд для хищных растений. Рука пытается привлечь внимание. Пора проказничать. Эй, стоять! Будешь шкодничать больше меня? Скормлю цветку. А эксперименты только начинаются. Мальчишке пора переодеться в подходящую форму. Классические полосы на месте. Сорванца ни на минуту нельзя оставить. В море тканей выловил себе штаны. Мелкий хулиган готов проказничать. Сынок Гомеса любит все рушить. Сегодняшний день не исключение. Вот он уже притащил пушку. Ух, тяжелое. А еще толкать ядро. Что же, выстрелим разок. Паксли зарядил пушку. Но выстрел был неудачным. И как я умудрился дать осечку? Вторая попытка. На звук пришла Мартиша. Даже не думай. Но, мам! Отец в прошлый раз месяц реставрировал свой кабинет. Никаких подрывов. Ну ладно. Дворецкий семьи Адамс настолько заигрался в надзирателя, что даже прошел подготовку в службе охраны. Ларчу выдали жетоны. Из-за кокожи мастерим портупею. Подвешиваем на пояс наручники и ключи от главных ворот особняка. С рацией он всегда на связи. Ларч спит у себя дома. Высохший гроб – самая удобная кровать. Харр, пора идти на службу. Ох, напоследок проверю, все ли на месте. За темной завесой кроется его секрет – красочные игрушки. Ларч на первый взгляд хмурый и грозный, но у него мягкая и ранимая натура. Как это трогательно. Уходя, надзиратель обронил ключи. Рука тут же подхватила их и побежала следом отдать. Вырезаем круг. Проделываем отверстие по центру и окрашиваем заготовку. Устанавливаем кусочек трубочки. Собираем их в устойчивый каркас для колеса, естественно, черный. Фиксируем петли для рук и ног. Колесо должно свободно вращаться. Отец и дочь отправляются в подвал. Вау, сколько здесь хлама. Папа, а что это за пушка? Это досталось нашей семье после сражения Палалеона. А этот гроб? О, это прапрабабушки Гладис. Старая карга жила после смерти. Не признавалась, что вампир. Вау, а что это за колесо? Катаешься как на карусели. Покажи, покажи. Эх, смотри, нужно привязать себя вот так. Стоило папе потерять бдительность, как дочка начала его крутить. Вэнсдэй, остановись, меня укачивает. Ха-ха-ха, попался. Буха-ха, беспощадная. Горжусь моей девочкой. Собираем массивные кандалы. Цепочка и кожаная лента – наши основные материалы. Браслеты фиксируем на заклепке. Тяжело бегать с пристегнутыми кандалами. Но Мартиша и так привыкла ходить размеренной походкой. Кандалы мешают ходить. Попробуем ножницы. Эх, не выходит. А зеркальце? Разобью цепь. Да уж, скорее разобью зеркало. Что за звон? Рука утащила ключи. Иди сюда, ручка, поближе. Но все безуспешно. О, как удачно припасен сачок с бантиком. Кис-кис-кис. Рука охотно ловится на приманку. Давай, родная. Ключи сюда, подошли. Мартиша с легкостью открыла замок. Прощайте, тяжелые браслеты. Пап, я голодна. Ох, надеюсь, справлюсь с завтраком. Не густо. Ну ничего, экспериментальная кухня. Гомес наполнил поднос всем, что было под рукой. Вот это набор ингредиентов. А запить можно водой из крана. Ресторан Мишлен представляет. Кулинарный подвиг Гомеса. Брр, даже у меня желудок скрутило от одного вида. Паучок перекусишь? Но даже он отказался в ужасе. Да, кто-то серьезно провинился. Из деревянных шпажек мы стерим решетки. Нам нужно много. Собираем конструкцию. Добавляем фурнитурные кольца. Дверка открывается, чтобы впускать пленников. Паксли уже притащил баллончик для покраски. Прыжками тонирует в черный. Состариваем. И подвешиваем клетку на цепи. Качели явно не для слабонервных. Паксли утащил ключи у охранника и прибежал к клетке. Стоило открыть дверцу, как поблизости раздались шаги надзирателя. Упс, чур я в домике. Ты чего там закрылся? А что ты мне сделаешь? Поверь, и к тебе найду подход. Так вот, где я выронил ключи. И тут идея. Придумал наказание. Все равно сидишь без дела. Займись учебой. Вот, держи книжку. Паксли остался один на один с грамматикой. Фу, скукотища. Лучше бы про пиротехнику почитал. Надоело. Сорванец с легкостью выскочил из клетки. В моем доме мои правила наказаний. Картонную коробку обрезаем, оставив две угловые стены. Обклеиваем их каменной кладкой. На полу холодный бетон. Захватите теплые носочки. Деревянные шпажки и палочки объединяются в оконную решетку. Скудная кровать вряд ли радует ценителей комфорта. Вверх бутылки дополняем фоамирановым козырьком. Продлеваем корпус трубой и тонируем. Всюду потеки грязи и ржавчины. Пауки сплели тюль из паутины. Как же без самой решетки? Может, заменим заключение на испытательный срок? Не пытайся взывать к моей совести. Бесполезно. Сам ее так воспитал. Девочка закрыла камеру и отложила ключи. За решеткой время течет мучительно медленно. Но вот рука приносит ключи. Щелчок. Еще щелчок. Ура! Свобода! Но берегись, Уэнсдэй! Кукла обзавелась головой Лол ОМГ. Трансформация в Гомеса началась. Фиолетовые тени, уставший взгляд. И аккуратные усики. Щелк, кусочек ленты распустился на нити. Гомес получил роскошную укладку. На теле белоснежная манишка с наглаженным воротником. Черный жилет превращается в пиджак. Идеальная посадка. Наносим принт. Ноги обуты в пластилиновой ботинки. Дорогая, я купил горящий тур по Европе. Ура! Мы отправляемся в путешествие. Прошу, присаживайся. И вот они, долгожданные Лали Альпы. Гомес хотел устроить романтический жест. Но бдыщ! Паксли немного погорячился с пиротехникой. Фейерверк был шикарным, но едва не спровоцировал лавину. Куколка принимает облик мартиши. Стираем мейкап, снимаем паричок и тонируем кожу в белый. Черные стрелки подчеркивают карие глаза. Алая помада цвета увядшей розы – все как любит мартиша. Холодную кожу оттеняют черные волосы. Тянем ткань. Вау, она разделилась на заготовки. Вуаля, платье готово. Рукава развиваются на ветру. А сзади корсет с тянутой шнуровкой. Взмах накладных ресниц, сверкающие зрачки и ярко-красный маникюр – мартиша безупречно. Мартиша Адамс – роковая леди. Мартиша и Гомес наконец въехали в гостиницу. Кто принесет наши вещи в номер? Погодите, ждем швейцара. Так-так, кому нужна помощь? Я приехала раньше них. Несите мой багаж в номер. Мартиша и Гомес удивились, но молча поднялись в номер. О, дорогой! Каремия, помнишь наш первый танец? Это было восхитительно ужасно. Как эти лебеди. Фи, как безвкусно. Сердечко из роз. Багаж доставлен. О, нет! Его перепутали. Чемодан полон розовой одежды. Мартиша даже упала в обморок. Все обойдется, дорогая! Да уж, заселение прошло феерично. Старая кукла сняла макияж, чтобы превратиться в паксли. С помощью теней выделяем глубокий взгляд. Садись в кресло. Парикмахеры поработают над прической. Резиновое яйцо превращается в накладной животик. Шортики на пальцах ускакали от Лалилу. Но мы успели их догнать. Паксли, держи! И не забудь обуться. Хе-хей, готовы к розыгрышам? Вэнздей. Счастливая обладательница куклы Вуду, своего брата. Когда девочке скучно, можно дистанционно поиздеваться над Паксли. Но парнишка все пытается отобрать куклу. И вот удача. Попробуй отбери. В погоне случается непредвиденное. Куклу ухватила птичка. Отдай! Да что ж такое, никак не забрать. Упс, кукла угодила в море. Прямо в пасть рыбки. Раздался только плеск воды. Этой куколке предстоит перевоплощение в бледнокожую красотку. Уэнздей собственной персоной. Вау! Единственная дочь Адамсов обладает роскошными волосами. Заплетаем их в косички. На концах фирменные петли. Выразительные зрачки, синие тени и тонкие брови. Девочка одета в платье со строгими белыми манжетами и воротником. Скромный, но выразительный наряд к лицу мрачному подростку. Уэнздей отдыхает на пляже. Релакс и одиночество идеально, но надоедает. Эй, давай поиграем. Ну ладно, хоть не умру со скуки. Садись и поехали. Легко. Знакомьтесь, это Уэнздей. Девочки подарили ей милые розовые бантики. А тебе идет. Спасибо. Они здорово повеселились. Мама, смотри, что мне подарили. Ужас, она попала в плохую компанию. Как мы могли такое допустить? О горе! Прозрачную маску окаймляем черным фоамираном. Зафиксируем сеточкой и приставим трубку акваланга. Паксли примерил маску и уже размечтался о погружении. Проказник отправился на поиски пропавшей куклы Вуду. А так как дышать под водой он так и не научился, пришлось надеть маску. Ура, схватил куклу! Фу, удача повернулась ко мне. О нет! Пернатая уселась прямо на трубку акваланга. Придется экономить кислород. Черный фоамиран нарезаем на полоски и складываем в каркас. Гомес, покажи фокус. Вуаля! Откуда ты взял шарик? Сминаем его и формируем плавник. Закрепляем его за спиной Гомеса. Джентльмен-акула крут и в воде, и на суше. На пляже Лалилу полно народу. Гомес и Мартиша захотели позагорать, но все места уже заняты. Хм, у меня родилась интересная идея. Мартиша помогла надеть мужу плавник акулы. А-а-а! Спасайтесь! Акула! Пляж быстро опустил. Теперь парочка может спокойно отдохнуть от толпы и детишек. Воздушный пластилин и сила Лалилу создают чудесные вещи. Детальки для пуделя в сборе. Теперь помпоны. Пушистая прическа и ушки собачки – заслуга грумера. Какой милый песик! Расчешем шерстку. Гламурный пудель явно купается в любви и заботе. Ха-ха! Паксли понравилась девочка. О нет, это та самая семейка. Вечная-то леди портит настроение. Но Паксли это ничуть не смущает. Он влюбленно наблюдает из-за кустов, стесняясь подходить ближе. Эй, кто это там? Набравшись смелости, парнишка вышел из кустов, чтобы познакомиться. О нет, она увидела. Эм, я это… Ну… Хе-хе, да все в порядке. Никак не научим его хорошим манерам. Спасибо за содействие. Хороший пудель. Ха-ха-ха! Осьминожек шевелит щупальцами. Малыш глядит на нас яркими глазками. Ох, но в такую жару просто необходима шляпка. Милая канатье к лицу осьминогу. Дамочка в розовом исследовала морские глубины. Как вдруг на пути ей встретился милый осьминог. Снимите это с меня, гадость. Не вопрос. Тяну. Есть. Малыш, ты напуган. Понимаю, у нее ужасная прическа. А ты держи шляпку. Солнце палит. Нам нельзя загорать. Будешь моим домашним питомцем. Из полимерной глины формируем кокос. Трубочка, коктейльный зонтик. Ммм, прохладная кокосовая вода. То, что нужно в жару. Дорогой, так хочется петь. Я мигом. Гомес решил спасти любимую, раздобыв кокос прямо с дерева. Папа! Тссс, с меня причитается, но позже. И Гомес сделал Мартише кокосовый коктейль. Прелестно. Ха, все для тебя, любовь моя. Укорачиваем шпажку. Сгибаем проволоку в форме вилл. С таким орудием ворошит сена легче простого. Мартиша и Уэнсдей решили устроить фотосессию. Где же они? Девочки, я приготовил для вас шикарные шляпы. Но просто фотосессия слишком скучна для этой семейки. Я придумала. Так будет веселее. Ох, ну вы даете. Отличная идея, согласна. Леди с пуделем проходила рядом и, увидев картину, завизжала, унося ноги. Не прониклась нашей атмосферой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова